Да, Володя, что звонил? Да ка чё ты трубку бросаешь? Ну как я занят был. У меня же время не только с тобой долбоёбом общаться. Мне же надо ещё дела решать. А тебе нужно другим позвонить, да? Да нет, только тебе дауну. Ты мне скажи, почём твоя услуга стоит? Услуга моя, чего именно? Ну вот эти звонки, туда-сюда. Да ничего она не стоит. А так долбоёбу позвонить. Ну так давай я, может, тебя заплачу немножечко, а ты позвонишь кое-какому долбоёбу. Сколько ты мне заплатить хочешь? Ну я ж не знаю, какие расценки. То есть ты вряд ли мультиник потянешь, поверь мне. Ну ты ж вообще бесплатно этим занимаешься. Ты не совсем уж бесплатно. Я ж тоже не идиот. Ну поэтому я тебя спрашиваю, почём, а ты сразу начинаешь ломаться, как девочка. Я просто не понимаю, нахуя эти информации. Это уже эти клетки информации, что ты понимал. Ну я хочу заказать твою услугу. Мне твой голос, может, понравился. Ты прикольно разговариваешь. Так тогда ты пидарас, если тебе мой голос понравился. Давай говори конкретно, что, сколько, почём. 5 тысяч один звонок. А чё так дорого-то? Давай поторгуемся. 2 элиты, потому что давай 4 900. Ты хочешь сказать, что тебе кто-то заплатил 4 900, чтобы ты ко мне позвонил за один звонок? Ну конечно. Блядь, ну пипец у меня поклонников сколько. Мне пятак заплатили за другого. А, пятак? Чё так дёшево. За голову дёшево, за звонок дорого. Да убивать мне тебя не надо. Руки ещё к тебе марать. Так уж поговорить с тобой. Научить ему вежливость. Так ты же сам понимаешь, что это невозможно. Ты же понял по моему манере разговора, что это всё в пустую тебе будет. Дружище нет, ничего невозможно в мире запомни, братан. Ой, да знаешь, я тебе, братан, так скажу. Ты говоришь, знаешь, из какого-то непонятного аккаунта, который не позволяет даже определить, где ты находишься. Ну логично, логично. Ну так а чё ты тогда пугаешь меня? Я-то знаю, кто ты, я знаю, что ты. Ну так меня многие знают. Ты не поверишь, меня многие знают. Ну конечно, этого поёбуха всё надо знать. А ты скрываешься, да? Нет, не скрываешься просто. Не хочу раскрывать лишний раз свою личность. А, знаю, знаю. Ну тут такие, знаешь, смельчаков очень много, которые готовы, так сказать, встретиться на улице Пушкина, Колотушкина и тому подобное. Да, да, да. Ну ты тролль, я понял, что ты обычный тролль, но чё-то ты как-то цены залупил прям вообще нереальные. Да ничего не залупал. Ну, блядь, 4900 за звонок это дорого. Я понимаю, если там за какой-то конкретный объём, да, согласен. Нет, мне за одного человека хватит. Я элитный, наебатор. Не, ну ты сказал, это за человека или за звонок, это разные вещи. Вот ты мне сейчас второй раз звонишь, или даже третий. Ну я отвечаю тебе на твой звонок. Чего хочешь, отмечешься? Понять, хочешь? Ну, узнать цену, какая цена. Я спищу тебя на зал. За один звонок или за несколько звонков? За один звонок. Блядь, не, мы так не договоримся, я дешевле найду. Проще мне самому позвонить и поприказываться, чем, блядь, у тебя заказывать. Не найдёшь-то там ничего. Почему? Что, приболел, что ли? Нет. Шморкаешь. Как у вас там погода, хорошая? Ищу у тебя. Ну понятно, из Татарстана звонишь, да? Нет. А откуда? А? Откуда, говорю? Да, тебе ебать не нужно. Ну, в любом случае, не из Мурманска, петушок-то, а? Не совсем из Мурманска, а из Хабаровска. Да как тебе так занесло-то, блядь, ко мне из Карабаровска? Из Карабаровска, блядь? Да. Очень просто. После новых дел могу тут звонил. Понятно. Ну, ты просто можешь сформулировать, кроме денег, может, что-то ещё хотел? Заказчиков можешь выдать? Могу, конечно. Ну, выдай. Мать твоя. Серьёзно, что ли? Ага. Как говорится, цена болтся. Слушай, ну ты, блядь, если честно, хреновый этот провокатор и тому подобное. Я же тебя не провоцирую. А что ты делаешь? Ты же сам меня провоцируешь. Спрашиваешь, что денег стоит, разъебать такой облик, как я тебе рассказываю. Ну, просто ты как-то, ну, не так троллишь, как ты знаешь, обзываться ума много не надо. Ты как-то более тонко, тонко надо, тонко. Более тонко? Конечно. Ну, я тебе по факту и же говорю, зачем я тебя взываю. Вот про подарки ты красиво начал распаковать, а вот в том же духе нужно продолжать. А чего ты сразу как-то переходишь на эту херню? Да я что-то подумал, чему нам прилюдить, а сразу и выебать надо и все. Сразу прям. Ясно. Ну, ты все-таки на будущее как бы более тонко делай это все, потому что иначе с тобой неинтересно общаться. Ну, это еще мой предыдущий заказы, не слушай, малыш. Малыш? Ага. Ну, вот хотя бы малыш так можешь называть. Ну, блядь, сразу ругаться не надо. А кого троллишь-то еще? Что-то я сам малину портишла, он так делает. Кто там тебе что портит? Ты малину мне портишь. Какую малину? Какую малину? Охуенно. Вкусно. Вкусно, да. Так, а что, заняться нечем, что ли? Ну, просто, блядь, мне интересно, вот откуда вот эти долбоебы берутся, как ты? Из Мурманска. Да и мы уже разобрались, что ты не из Мурманска. И не из Хабаровска. Из-за того, из Мурманска. А? Из-за того, из Мурманска. Ну, это я поздравляю, что ты хотя бы это знаешь, что я из Мурманска. Ну, еще бы это не знать. Что хочешь, ты долбоеб? Говори. Да я хочу, ты же ко мне позвонил. Ну, так я перезвонился. Ну, ты постоянно перезвонишь, потому что ты, блядь, долбоеб. Ну, долбоеб. Ты. Ну, долбоеб. Ты. Ну, долбоеб. Так ты, я же тебе сказал. Ну, долбоеб. Ну, ты еще и глухой долбоеб, пиздец. Ну, долбоеб. Как зовут-то тебя? Володя. Володя, да. Володя? Да. Как дела вообще? Нормально. Чего трубку все время бросаешь? Чего, тарификация? Что, денег не хватает на телефоне? Такая тарификация случайно сбросил. Как дела у тебя, что делаешь? Да вот сейчас буду чай пить с тортиком. Ты тортик взял? Ну, где тортики берут обычно? Я не знаю. Ну, я тебе сразу скажу, сам не готовил точно. Я тортики не кушаю. Не кушаешь? А я вот что-то кушаю тортики. Кушаю? Ну, еще ничего, только собрался сесть. Что за тортик у тебя там? Да, какой-то воздушный что-то такой. Ну, я не знаю, я его не очень понимаю. Где взял? Ну, опять ты спрашиваешь одну и ту же тему. Где тортики обычно берут? В каком магазине брал? Ну, ты что, знаешь наши магазины в городе Мурманске? Я сам из Мурманска, Ебан. Да какой ты из Мурманска, не гони. А ты докажи, что я не из Мурманска. Ну, назови какую-нибудь улицу и какой-то номер дома, я не знаю. Чтобы доказать, что ты из Мурманска. Что за бред? Вообще, первый раз такую хуйню слышу. Ну, ты даже улицу Мурманска не знаешь. О чем говорить-то? Да, с хуя лиц. Не знаю. Зубой вопрос не знаешь, что назови мне улицу Мурманска. Тебе назвать адрес, где я живу, что ли? Зачем адрес, где ты живешь? Я говорю, просто какой-то объект назови в Мурманске. Я тебе скажу, что да, да, есть такой объект. Либо нет. Мурманск, мол, как минимум. Ну, пипец. Ну, слушай, вот это как-то слишком скромно, ты знаешь. Давай что-нибудь помельче. Что тебе помельче? Улица Павлика Морозова. Так, где она находится? В каком районе? Что, совсем конченый город свой не знаешь? Ленинский округ. Округ? Ну, все понятно, заявись. Вот ты и спалился. Что спалился? Нет у нас округов. У нас есть район. Какая разница? Так, разница большая, понимаешь. У нас в городе два всего. Первомайский и Ленинский. У кого у вас в городе? В Мурманске тупица, конченная. Долбоеб. Ну, все понятно. Короче, ладно. Короче, я тебе открою секрет. Ты прокололся знаешь где? Во-первых, не округа, а района. Во-вторых, есть не два, а три. За Мурманску уебанную. А три. Три района у нас. Еще есть Первомайский, чтоб ты знал. Так что на будущее. Ты вообще классный парень пока. Меня заебал уже. Делал полнующий. Давай, пока. И классный. Сам дурак.